я приветствую каждого зрителя на своем канале меня зовут елиана никогда не одалживайте эти вещи иначе будет беда в вашей жизни все мы живем в обществе регулярно взаимодействуем с окружающими нас людьми будь то соседи друзья члены семьи и нередко мы не задумываясь выручаем близкого человека одолжив ему предположим соль туфли лимонную одежду однако народные по вере сообщают что подобный искренний поступок может обернуться чередой больших неприятностей чтобы уберечь себя от негатива важно знать что именно никогда нельзя передавать чужие руки и как поступить если это уже произошло первая расческа даже если вы твердо уверены что человек попросивший вас этот предмет личной гигиены не желает вам плохого передавать расческу чужие руки не стоит человек который расчесал свои волосы вашей вещью может ненароком передать вам болезнь или забрать себе часть вашей удачи по этой же причине и сами не пользуйтесь чужими расческами помните что вместе с расческой вы можете получить и тянуть негативную энергию на семья если кто-то взял вашу вещь без спроса то первое что обязательно помойте ее и подержите соляном растворе чтобы убрать возможный негатив но лучше всего спрятать свою расческу чтобы исключить возможные неприятности полностью на случай если кому-то из ваших близких понадобится расчесаться заведите специальную гостевую расческу ей будут пользоваться те кто забыл или потерял свою но следите чтобы она всегда осталась чистой и целой второй предмет это веник все предметы предназначены для уборки дома включая веник швабру тряпки для мытья пола являются берегами защищающими дом от негатива делиться ими нельзя ни при каких обстоятельствах да и стоят эти вещи не так дорого чтобы кто-то захотел воспользоваться чужими поэтому просьба дать в долг метлу или совок выглядит странно возможно человек очень скуп или изначально планирует сделать что-то нехорошее к примеру смести на вас имеющиеся трудности и конфликты поэтому просто скажите твердое нет соль многим это покажется удивительным или странным но давать соль в долг в прошлом было запрещено сделав это вы рискуете лишиться финансовой удачи потерять выгодные перспективы а также столкнуться со сложностями в личной жизни но что делать если к вам пришла соседка обнаруживающая нехватку этого важного продукта в процессе засолки огурцов или помидоров не стоит портить взаимоотношения с человека вынуждая его бросать дела и немедленно бежать магазин отвезти нужное количество соли пересыпаю ее в отдельный мешочек вручите просительница в качестве безвозмездной помощи если она попытается вернуть пищевой продукт позже не берите крайне случай попросите расплатиться мелкой монетой или каким-нибудь незначительным одолжением одежда и обувь многие девушки считают нормальным одолжите лучше подруги красивую блузку или модные туфли однако народная мудрость категорически против такого несерьезного поведения стоит отметить что не последнюю роль в появлении приметы сыграли правила гигиены ведь при контакте с кожей человек может и заразиться и конечно вряд ли ваши близкие в тайне от вас страдают какой-либо болезнью но все же реальность может быть неприятной случается что ответить отказом на просьбу поделиться предметом одежды или туфельками проблематично к примеру вы боитесь потерять расположение подруги или поссориться с любимой сестрой в этом случае обязательно разорвите связи вещи со своей энергетикой для этой цели лучше постирать ее слегка под соленой воде а когда будете передавать предмет скажите свое себе оставляю счастье и достаток оберегаю другой станет носить мы ему у него не быть говорим всего лишь один раз а когда будете брать вещь свою назад и скажите что прилипло то ушло отстало моим не стало одежду вновь постирать и соленой воде чтобы избавиться от остатков чужой энергетики важно ни при каких обстоятельствах не одалживайте нижнее белье головные уборы а также любимые вещи даже при проведении защитных ритуалов вы обеспечите себе не урядится в любовной финансовой сфере деньги давайте в долг или займа деньги также считаются дурной приметой в этом есть определенная логика отдолженная сумма даже небольшая может испортить взаимоотношений между друзьями особенно если вернуть ее в уговоренные сроки не получается а попытки вернуть средства по частям нервируют обе стороны если же дружба оказалась не крепкой и быстро сошла на нет человек может и вовсе не увидеть одолженного но если несмотря на риски вы очень хотите помочь близкому человеку убедитесь что не отдаете последние в этом случае вы можете перекрыть финансовые потоки да и другой человек не сможет воспользоваться суммы с пользой поэтому помогайте только в том случае если это не навредит вашему кошельку передавать деньги получая их назад не делать это через порог исключите передачу из рук в руки кроме того никогда не одолжите средства в понедельник иначе вашей семье грозят незапланированные убытки передавать деньги нужно сказать жалко деньгу но нужно пойдет она на дело доброе и благое ты денежка хорошим людям помоги да назад ко мне иди не к сроку а ко времени если же вы сами возвращаете деньги которые пришлось взять трудный жизненный период шепотом скажите к тебе твое пришло и от меня не убыло все говорим один раз если вы по неосторожности или незнанию нарушили эти правила и не позаботились о безопасности обязательно проведите ритуал который избавит вас от возможного негатива возьмите горсть поваренной соли из новой пачки купленной лично вами поместите ее в тканевый мешочек и сутки носите с собой затем выйдите на улицу пересыпьте соль на левую ладонь закройте глаза и мысленно пройдитесь по телу почувствовал в том или ином месте темные сгустки или преграды положите усилий и вытолкните их из тела перенаправляя соленые кристаллы как бы весь негатив передавая в соль когда полностью уже почувствовали что вы очистились откройте глаза вытяните левую руку перед собой дождитесь порыва ветра и позвольте ему развеять соль при этом следите чтобы поток шел от вас вернувшись домой примите душ смывая остатки негатива вот казалось бы совершенно простые приметы но очень важно соблюдать именно эти приметы чтобы не было беды и больших неприятностей вашей жизни старайтесь избегать этого и никому не давайте в долг именно те вещи которые могут принести вам большие неприятности